Посвящают первоклассники и открывают чудеса науки. В школе номер 3 прошла игра по станциям для учеников первого класса. Они посетили кабинет директора, уроки биологии, физики, химии. Занятия провели активисты. Арина Храпова доброволец со стажем, помогает школе уже более четырех лет. В прошлом году ее выбрали президентом Федерации молодежи. Работа в ученическом самоуправлении дает невероятный опыт взаимодействия с людьми, развития своего творческого потенциала. И поэтому я считаю, что ученическое самоуправление это старт почувствовать себя полноценным гражданином не только школьного государства, но и Российской Федерации. На днях Арина вместе с инициативной группой вернулась с Российского форума ученическое самоуправление. В конкурсе лидеров заняли четвертое место, командное седьмое. Обошли более 200 соперников из 25 регионов России. Члены жюри отметили сплоченность команды, ее имидж и четкую структуру. Это большой опыт для нашей школы. Во-первых. Во-вторых, мы приобрели огромное количество новых знакомых. Там и с Москвы, и с Ленинграда, и даже с Камчатки, что тоже не может нас не радовать. Ну и мы, наверное, узнали много новой информации, которую в ближайшее время внесем корректировки в нашу систему, в нашу модель школы. Структуру повторяет три ветви власти страны. Судебная занимается решением спорных вопросов. Активисты выясняют, почему ученики ходят без сменки, следят за успеваемостью и проводят разъяснительные беседы по поводу опозданий. Эффективную работу удалось наладить и с Рязанским отделением движения школьников, спортивными и культурными секциями, клубом выпускников школы. Теперь все коллективные дела, которые организуются в школе, они организуются общими усилиями, но всегда образы правления, они принадлежат представителям ученического самоправления, президенту ученического самоправления, представителям Совета старшеклассников, Молодежной думе. 1 ноября ребята вновь будут защищать честь родной школы. Модель ученического самоуправления они представят в Москве на федеральном форуме «Мы вместе». Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».